Приветствую всех на своем канале истории тетушки Ани Лак. А на Дзене просто Галина Павлова. Сейчас около 8 часов. У нас прошел дождик, а у меня сегодня был очень интересный день. Кто меня смотрит на ютубе с прошлого года, тот знает, что я многие репортажики свои веду с этой скамейки. Даже это не скамейка, а качели. И сегодня я вам хочу рассказать, где я была. Алгоритмы ютуба и Дзена дуреют от моих роликов, так как затрудняются, к какой тематике их отнести и кому адресовать. Представляю еще одно видео из этой серии. Сегодня будет необычная для меня прогулка по бутику ДМ-28 и модному дому Лилии Киселенко. Дело в том, что чуть более года назад я приняла участие в вечеринке «Некуда надеть», которую организовала известный фэшн-блогер Марина Михина и хозяйка бутика ДМ-28 Елена. Если у меня получится, оставлю ссылочку на это видео. На этой встрече было много интересных неординарных женщин-модниц. Самая необычная для меня была Кира Савельева. Еще раз убеждаюсь, что неординарный человек и в одежде проявляет себя неординарно. После этой встречи Кира стала пробовать себя в блогерской сфере, а я приняла решение реанимировать свой затухший канал в Ютубе. На этой почве мы познакомились и подружились онлайн, так как Кира живет в Москве. На днях у нас получилось встретиться в Петербурге, и мы прекрасно провели время. Ссылку на канал Киры и на видео, где Марина Михина брала у нее интервью, я дам под описанием. Честно говоря, я совершенно не шопоголик, а скорее шопофоб. От магазинов, примерок, рядов с одеждой быстро устаю. Покупаю одежду по случаю и по необходимости. Когда узнаю, сколько стоит та или иная вещь, сразу перевожу ее в возможности куда-то съездить. Ну, например, у всех моих коллег в свое время появились норковые шубы. То, что нравилось мне, стоило 150-200 тысяч. На эти деньги я могла съездить в те времена в экзотические страны дней на 10. На Бали путевка стоила 75 тысяч, на Занзибар примерно так же. Конечно, я выбирала путешествия. Но тема моды меня, конечно, интересует. Мне нравятся со вкусом одетые люди. Некоторое время я была приверженцем элегантного стиля. Затем меня заинтересовал креативный подход к одежде. Когда мы встретились, решили поехать в ДМ-28, так как Кире должны были оставить там вещи дизайнера шаленого. Я тоже с удовольствием провела время в этом интересном и уютном месте. А я сегодня хожу по магазинам. Назвать это шопингом нельзя, потому что я сопровождаю свою знакомую, московскую, Киру. Познакомились мы с ней как раз вот здесь, в ДМ-28. На вечеринке «Некуда надеть», которую организовывала Марина Михина и Елена, хозяйка этого бутика, можно так сказать. И вот я второй раз уже в жизни вот в этом магазинчике. Кирочка там уже себе что-то подобрала, перемерила все. Я тоже кое-что померила, но мне по размеру не подошло. Но, честно говоря, это не мой бюджет. Но походить, посмотреть очень интересно. Модели очень интересные. И я даже не скажу, что модные, они очень креативные. То есть взгляд такой необычный на вещи. И я вам несколько вещей сейчас покажу. Да, прежде чем покажу вещи, я вас еще познакомлю с одной героиней. Сейчас вот Кирочка попозже подойдет, она сейчас занята. Вот она там сидит. А с Ирой мы познакомились сейчас. Ира тоже была участницей. Вечеринки некуда надеть, но только не первой, а второй, по-моему, да? А второй вечеринки. И вот мы втроем как-то так вот познакомились, компоновались. И вот сегодня здесь, вернее, встретились мы не здесь, но вот сегодня здесь вот проводим время, ознакомливаясь с новыми моделями. И Кирочка у нас даже покупочку сделала, так что... Сейчас я перевожу денежку со счета, и вы деньги любите, знаете. Вот, а я вам сейчас пока покажу модели. Может, Ира мне тоже покажет что-то, на что она обратила внимание. А я покажу, на что я обратила внимание. Так, вот я понимаю, что, наверное, я такое не очень одену, посмотрите. Но мне очень нравятся вот эти всякие сеточки и все модели с сеточками. Я не знаю, как это правильно называется, но вот очень интересная вот такая жилетка и юбка в виде сеточки. Вот это мне нравится. И посмотрите, у них все рейлы оформлены в таком, скажем так, скомпонованы, так, как их можно носить. Вот здесь вот красно-черно-бежевая, да? Здесь белая, кремовая, черная и в полосочку. Вот это мне очень нравится цветовое сочетание вот здесь. Здесь и брючные костюмы, и юбки, и можно отдельно, и блузки, и пиджаки. Но вот все в таком стиле. Очень нравится сиреневый цвет. Обалденный. Ткани очень интересные такие, хорошего качества. Вот это в виде кимоно. Вот такие модельки. Вот сочетание серого с сиреневым очень мне нравится. Посмотрите, у меня даже ногти сделаны сиреневые. Потому что я к этому цвету неравнодушна. Кожа симпатичная. Ну вот цветовое сочетание очень нравится, и модели интересные. Так что приходите, модницы. Вот посмотрите, рукава какие. Ну вообще все надо мерить. Надо смотреть, как на тебе будет сидеть. Тоже, смотрите, прямо зеркальный вариант. Так, сейчас, если не убрали, покажу вам бомбер, который я мерила, и который мне понравился, и который мне идет, но он мне не по размеру. Вот смотрите, еще в моем стиле, вот сеточка, очень симпатичная платьица. А вот я, кстати. Так. Я, конечно, вообще одета не в стиле этого магазина. У меня а-ля Рус. Но я такой стиль люблю. Так, видно вам, нет? Вот. Вот такой у меня браслетик. С Байкала. И сережечки сейчас покажу. Сережечки из кости мамонта. Не знаю, я люблю все такое. Ну вот она я. Кстати, вчера сделала стрижку. И мне кажется, мне неплохо. Вот. Бомбер, который я мерила. Он мне не по размеру, но мне очень нравится. Посмотрите. Мне очень нравится. Мне цвет этот подходит. И к лицу. И, в общем-то, бомбер, оказывается, тоже мне идет. Очень здесь уютненько, симпатично. И да, кстати, просто так сюда не зайдешь. Здесь надо звонить. Вам откроют по звоночку. Сегодня хозяйки Лены нету. Она, наверное, на даче. Так. Ну все. А мы потом продолжим. Мы еще хотели отметить день рождения Пушкина. Да. Потом покажу, где мы отмечаем. Да. Украшения вот такие вот можно подобрать. Ну, хороший стиль, хороший вкус у хозяек этого магазинчика. Замечательные. Очень качественные вещи. Так что заходите. Это Малая Пушкарская, 28. Легко запомнить, потому что магазин называется ДМ-28. Значит, дом вы не забудете. Надо запомнить только улицу Малая Пушкарская. И добираться здесь можно с метро Петроградская. Или с Горьковской. Вот хочу показать кофточку, которая мне очень понравилась. Она такая нежная-нежная. Она вязанная, а наверху у нее, видите, кружево. Кружево вплетено в вязание. Очень интересная вещичка. Стоит она 22,500. Но мне очень понравилась. Вот эта вот нежнятинка. Слушайте, мне захотелось повязать. Я же вязать умею. Надо купить что-нибудь такое похожее. Вот еще мне вот такая кофточка понравилась. Вроде бы она беспрекрасна. Но здесь ткань очень симпатичная. И ничего лишнего больше не надо. Но цены 18. Вот имейте в виду. Но очень симпатично. И вот такая вот подшелк. Я люблю такие ткани. Струящиеся. И вот такого кофейного цвета люблю ткани. Посмотрите, какой благородный цвет. Вязаные вещи. Ну, короче, здесь много такого интересного, оригинального, скажем. Приходите, посмотрите. А, вот еще что. Хотела показать. Вот этот джинсовый плащик или пальто, или как это назвать, не знаю. Ой, вот посмотрите. Интересная вещичка. Она, кстати, плотная и очень тяжелая. Я, кстати, недавно тоже купила пальто из джинса. Оно тоже очень тяжелое. Ой, даже рука не выдерживает. Без подкладки, очень тяжелая и теплая. Мне так кажется. Пообедать мы решили в кафе Хачапури и вино на Большом проспекте. Вот сидим в заведении, которое называется Хачапури и вино. Два блогера снимают друг друга. Кирочка Савельева. Я вам страничку потом, ссылочку дам на ее страничку, кто не знает. И посмотрите, какие интересные чайники. Вообще, глиняная посуда мне нравится. Кира, я налила немножечко, чтобы заварилось, а еще не совсем заварилось. Слушайте, мы так навалились. Заказали хачапури по-мигрельски, мигрели, мигрули, да, называется. Если вы когда-нибудь окажетесь в тех краях и захотите зайти в это учреждение, обязательно закажите запеченные баклажаны. Очень вкусно приготовлено. Соус просто замечательный. Так и хотелось взять корочку хлеба и вымокать весь этот соус. Честно говоря, я так и сделала. Смотрите, как модно сейчас открытая кухня. Вот там вот печечка, духовка, там все пекут. Вот такие разграничения, чтобы чувствовать себя немножко так отдельно от других. Очень большое помещение, просторное. Цветов много. Щучий хвост вот, любимый мой. Вот здесь китайские розаны. Даже бонсай вот там у них есть, интересный какой. И, по-моему, это Большой проспект, да. На Большом проспекте находится это заведение. Хинкали и вино. Ой, не хинкали, хачпури и вино. После обеда мои знакомые предложили съездить в модный дом Лилии Киселенко. И я с радостью согласилась, так как давно хотела туда попасть, но как-то все не получалось. А в этот день все удачным образом сложилось. Мы находимся в модном доме Лилии Киселенко. Я давно хотела сюда попасть, и вот пришла. И я думала, что на меня здесь ничего нет. Однако я натянула рубашечку. Сейчас я вам ее покажу. И вот это вот тоже мне, наверное, пойдет. Посмотрите. Вот это я. Вот это я. Я себе уже насмотрела платьишко. Потом кофточку я вам сейчас еще раз померю, вам покажу. И футболочку. И футболку, может быть, я даже сегодня куплю. Но, что я хочу сказать. Я не думала, что здесь модели, которые могут пойти и мне. Все-таки я думала, что маловато все будет. Нет, я во что-то влезаю, и очень что-то даже неплохо смотрится. Вот под такое музыкальное сопровождение я меряю одежду. Представляете? Это барочная музыка. Скрипка. И вот очень мне нравится вот эта вот жилетка или сюртук, или... Не знаю, как называется. Ну, прям не очень идет. Размахаечка такая. Напишите, как вам? Надо купить. Стоит? А, стоит она, кстати, 38, по-моему, если не ошибаюсь. Я приобрела футболочку Лилии Киселенко. У меня будет теперь фирменная вещь. Снова нарушение авторских прав. И я не могу вставить музыкальный отрывок в это видео. Поэтому, кого музыка заинтересовала, можете перейти на мой канал Дзен и послушать. Благодарю и Киру, и Ирину за компанию. И приятную прогулку. От которой я не только не устала, но и получила огромное удовольствие.